всем привет уважаемые с вами любопытный геймер и сегодня у нас очередной смотр очередной инди игры называется она hand of faith что в переводе означает как несложно догадаться рука судьбы игру предложил николай добросоцкий в комментариях под нашими видео за что ему отдельное большое спасибо собственно что собой представляет игра это смесь ролевой игрушки причем такой олдскульный во многом текстовый немножко там экшены есть и львиная доля такой коллекционной карточной игры в связи с чем есть небольшое литическое отступление которое хотел сделать давно думал в отдельном подкасте но раз уж речь зашла коллекционных карточных играх то можно почему быть почему бы и не сейчас собственно суть проста я на данный момент очень плотно сижу на такой вещи как берсерк это коллекционная карточная игра но не электронная то есть вполне себе вполне себе реальная очень 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 она меня затянуло я собственно являюсь в своем городе руководителем клуба по этому делу и и пользуюсь моментом хочу предложить тем из вас кто хотел бы это дело опробовать и тем кто при этом живет в городе иваново присоединиться к этому клубу ну найти нас несложно можете написать мне вконтакте все объясню про все расскажу ну вот то есть если вы хотели бы играть берсерк но не знаете чего начать приходите к нам ну даже если вы не живете в ваново пожалуйста наверняка если это город крупный в котором вы живете то в вашем городе наверняка есть свой клуб причем не обязательно в россии и на украине и беларуси я знаю есть в крупных городах клубы то есть игровое сообщество очень развита но вернемся к нашим бараном точнее к hand of faith кстати рука судьбы есть такая карта берсерке так вот рука судьбы как ни странно есть есть русский перевод в игре виде субтитров понятное дело интерфейса он не очень честно говоря такой ну не до конца что ли доделанный скажем так суть в чем начинается все с того что перед нами представят вот такую загадочные чувачела который начинает играть с нами в игру по всей видимости это олицетворение самой судьбы наш герой который с ним играет в эту игру он ну скажем игрушка в руках судьбы и параллельно с тем как проходит карточная игра на этом столе происходит и какое-то действие в фэнтезийном мире ну честно говоря это проще показать чем объяснить на словах уже пройдено обучение у нас и побежден вот этот персонаж то есть здесь каждая глава повествует о сражении с каким-то предводителем негодяев был разбойник там нам объясняли базовую механику теперь предстоит сражение с валетом черепов он забрал это противник и в начале то есть перед прохождением вот этого уровня предстоит сформировать колоду в колоде два типа карт первый это инвентарь то есть а я поиграл в обучение у меня была экипировка на моем персонаже но на самом деле это при следующем приключении совершенно неважно что этом себе насобирал ну насколько я себе это представляю важно то что я положу себе в колоду то есть вот эти карты в дизу которые это карты которые я взял с собой в колоду это значит что они могут мы не попадаться в моем приключении то есть если я выкину отсюда еще один меч то мечей мне вообще не придет на руку ну и соответственно я не могу взять все карты которые у меня есть я могу взять только 12 максимум ну обязан для 12 потому что перебор нельзя недобор тоже нельзя вот и аналогично обстоит дело с картами встречи то есть есть карта которые я знаю засада тут на меня нападают здесь на меня тоже нападают в общем есть карты которые мне известны а есть новый их мне дали за победу ну то есть в прошлом испытании вот эти вот с самочком я не могу выкинуть из этого испытания пока я их не одолею а есть новые карты которая просто могу добавить но я не знаю что они дают потому что они еще ни разу не бывали в игре вот как бы то ни было колоду я уже сформировал по своему вкусу ну в принципе в принципе здесь есть ведь рекомендованные колоды то есть необязательно их составляет ручную если вы не очень хорошо ориентируясь в таком виде деятельности это может всегда воспользоваться рекомендованным вариантом давайте сразу начнем игру а гулят майонка то есть он часть колоду составляю я а часть добавляет он и соответственно раздает тоже он то есть тут рандом существенно ну собственно вот это поле это фигурка нашего персонажа он может перемещаться на соседнюю карту он открывается и мы смотрим что из этого пары по получается так дела это подарок философия однажды в тенистом лесу вы встречаете эльфийскую деву она останавливается чтобы приветствовать вас я мерит из лесного народа мы уже давно помогаем смертным на этом плане бытия какой награды ты ищешь так радость моя я попрошу золото как попросил в прошлый раз она удивилась но всех тем не менее это был правильный выбор на мой взгляд мерт похоже удивлена не часто бывает чтобы приключение спросил денег ну что ж если таково твое желание сдающий дает вам карту 3 карты добычи именно с золотом то есть в картах добычи могут быть экипировка и какие-то полезные инвентарь и в том числе и золото 15 25 вот уже лучше 40 отлично в прошлый раз кстати то же самое было 15 25 40 только в обратном порядке помни смертность что безрассудно храбрые герои встречаются только в балладах тот кто хочет выжить подумать дважды прежде чем связываться с богами и чудовищами ну ок идем дальше вообще нам нужно найти главное нам нужно найти выход на следующий этап ну на следующий этаж у нас есть здоровье у нас есть пища у нас есть золото и у нас есть инвентарь в плане здоровья все понятно пища расходуется 1 единица при перемещении на соседнюю клетку и в некоторых случаях ее можно потратить на ивенты и есть золото которое можно соответственно тоже потратить на инвентарь на ивенты на мог на что а вот собственно наш персонаж нам дали ржавый топор чудесно блин чудесно ну то есть весь прогресс который я заработал в прошлом испытании он как я и предполагал аннулируется не очень удобно интерфейс если честно но это в принципе еще можно доработать так что у нас здесь река вот одна из новых карт который я получил в прошлый раз путь вам преграждает река вода прозрачная на течение быстро давайте попытаемся пересечь реку и вот здесь вот две карты успеха один провал и что-то еще то есть я сам определяю свою удачу давайте выберем третью провал не повезло некоторые из ваших припасов унесло течением следующий дает вам карту карта боли о как а сдающий потерять пять золотых ну пять золотых впрочем это не так уж и страшно что у нас здесь лестница так нет еще рано я хочу сюда извилистый каньон здесь можно найти оружие вы видите клинок сверкающий на солнце он лежит рядом со скелетом на дне отвесного ущелья стены ущелью виду плющом спуститься по ним легче легкого давайте спустимся вниз и достанем клинок здесь вот три варианта успеха с другой стороны там был огромный успех на реке 5 3 да что ж такое то опять карта боли 15 день здоровья кошмар но я все равно достал меч да мы экипируем сразу же и каждое перемещение добавляет нам немного здоровья да идем по лестнице у нас осталось 5 еды видят у нас обновилась поля то есть следующий этаж здесь помогал 3 выберет ловушек вы нашли сокровищницу гоблинов желаете войти фу да войдем так я понимаю здесь так что здесь будет мой все таки или нет нет или мы здесь надо ловушек избегать да здесь начинается уже новый тип элемент который я есть район стали ау-ау-ау-ау я ремен отель файт поэкест ну я там а здесь то что понятно пробелы то уклонение так хорошо здесь нельзя поворачивать камеру это довольно неудобно ну вот я не могу разбивать бочки но это несправедливо вау ох ты все-таки попался что-то я поднял ну да я добрался до сундука преодолев ловушки вы забираете содержимое сундука ты карты добычи вот это неплохо так восстановили здоровье снаряжение берем о средняя броня вот это вот здорово да еще здоровье но зачем не везет что так теперь эта карточная фишка принадлежит вам а зачем она интересна ну хорошо так что у нас в инвентаре средняя броня защита средняя хорошая защита от физической атак минимально ограничит движение да и внешний вид поменялся конечно хорошо идем дальше что у нас здесь странствующий маг тоже новая карта в тенистой роще в стороне от тракта вы встречаете бродящего торговца который рад совершить сделку спутником маги продают лишь определенные товары привезены из далеких земель они устанавливают высокие цены но и неплохо платят если что-то вдруг как заинтересовало давайте подойдем приветствую добрый человек у меня найдется немало полезного для вас окей игрушка сделано на unity и сделано довольно неплохо ну тут конечно никаких особых красот нет но такой приятный визуальный стиль так прежде всего нам надо купить еды почему не могу сразу десяток купить вот в чем вопрос а довольно дорого кстати так продать предметы что я могу продать а я не могу то ржавый топор продать нет мне не хочется продавать нормально экипировку так что у нас здесь пол пол колдовские повязки каждый удар вызывает проклятие замедляя ослабляя противников серебро алхимика нажмите 2 чтобы атаковать быстрее с каждым удачным ударом там около колпа грабителя когда вы тянете карту припасов вы получаете две карты выбираете одну из них а а вот это вот уже интересно но правда я смогу купить только что-то одно либо колдовские повязки или давайте колдовские повязки возьмем да да мало мало убить надо еще и проклясть это мы могем это мы могем инвентарь чё у нас тут да вот они окей окей все вольно оставим немножко золото вдруг попадется торговец то есть лестница а нет капитан гвоздь впереди раздается крика слышен сум шум сражения вы бросаетесь вперед и видите воина окруженного нежитью ухты две двойки черепов незнакомец зовет он вас и бросает вам свое оружие вот вам моя булава покончить с этими отродьями да в легкую ага булава урон 27 снаряжение с такой особенностью как ни одно другое нагоняет страх на нежить она получает дополнительный урон и не может быть воскрешена вблизи этих святых реликвий ага это очень хорошо да мы экипируем сразу и потому что у нас на этом этапе идет сражение именно с ней это какие-нибудь давай игра загружайся ах ты ж блин у меня же нет щита а а у них есть щиты ай оу полегче так так а в конечном счете они ломаются вместе с украшем вот это был удар ну простенько здесь конечно все вот это сделано теме виду боевую систему тут ничего особенного нету тем не менее такой оживленность вносит в игровой процесс динамики добавляет спасибо что покончили с ними булаву оставьте себе у нас в кадре таких достаточно говорит он медленно поднимаясь на ноги до нас дошли слухи о том что в королевстве появилась нежить и я решил лично расследовать это дело он осматривает обломки костей вокруг тут их больше чем я ожидал видимо здесь поселился очень могущественное зло а с ним пришли его слуги мне надо возвращаться в столицу и обо всем доложить герцогу будьте осторожны путник здесь стоится гораздо большая опасность чем эти скелеты так еще одну фишку нам дает сдающий ну и осталось только одна клетка собственно на ней конечно же лестница и мы идем по лестнице мне бы щит 1 2 3 4 5 а господин лайнер вы наслаждаетесь ужином в местной таверне как вдруг рядом с вами присаживается чудной старик он довольно чувствительно бьет деревянным посохом вам по плечу чтобы привлечь ваше внимание вы оборачиваетесь и понимаете что это гоблин плохо замаскированный под человека ему морщинистое лицо расплывается в улыбке а в глазах пляшет искорка безумия я господин лайнер если предоставишь мне что я попрошу я наколдую тебе что только захочешь у меня даже колдовской посох есть я сам сделал аха нет у меня 20 золотых а шо ж делать у меня еды недостаточно ну а давайте рискнем хлеб ему дадим он внимательно рассматривает хлеб а затем кладет его себе в карман и вроде бы довольным с вроде бы довольным видом он стучит посохом по полу и ваших ног появляется щит держи старина он одаряет вас теплой улыбкой оскалив кривые желтые зубы ты так похож на моего сына мы с тобой раньше не встречались хорошо вы не успеваете ему помешать и он с нечеловеческой скоростью хватает с вашей тарелки маринованный лук и убегает из таверны на самом деле щит это было очень важно потому что со щитом намного проще сражаться коренастые слабые гоблины выживают не за счет силы или запугивания они полагаются на более коварные методы они воруют у вас вещи пока вы спите избегают через магические порталы ох прям чупакабры из кастыльвании однажды ночью вы проснулись и обнаружили что ваших вещах рылись гоблины как только вы пошевелились они тут же сбежали с вашим снаряжением к тому же вы лишились припасов и золото кошмар что мне надо а мне надо ловить гоблинов ну догадываюсь я надеюсь я не останусь без ничего то было бы прискорбно да золото ушло два гоблина а так мех надо бить или что или просто догонять или как но чё скота база так так окей Главное вот это вот, у которого мешок. Фигарило. А, слушайте. А, вот он пытается сбежать у меня. Ничего не получится, парень. Ну, главное, конечно, бить тех, которые с мешками. Отлично, отлично. Я еще немножко подзаработал и еды, и золота. Разобравшись с гублинами, вы продолжаете путь. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Хорошо. Что дают эти карточные фишки, я пока не разобрался. Что у нас здесь? Выбор дьявола. На вашем пути возникает дьявол, закутанный в длинный плащ. Я пришел испытать твою силу, так называемый герой. Выберите своего противника. Эм, они все одинаковые. Давайте такого выберем. Не знаю, он почему-то отмечен полосочкой. Значит. То есть два обычных было. Ладно. Теперь у меня щит, я могу тоже блокировать атаки. Давайте. Вот так, оп. И контратаковать. Вот она. Опасным. Я выносил четверых. Это просто фигня. Превосходного скольца дьявол. Ты выдержал мое хитроумное испытание. Хитроумное? Здесь надо было просто проламывать кости. Получи же за это сокровище. Может, в следующий раз я тебя самолично убью. Так, три карты добычи. Пища. Уже ни к чему столько. Снаряжение. Это интересно. О! Средняя броня. Если во время боя вы получаете урон от луков и магических жезлов, появляется шанс перезарядить предметы. Так, нет. Это не интересно. Нет. Не надо. Пять единиц здоровья. А, максимально 105. Интересно. Погнали дальше. Лавка. Вот. Вот, 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 вот. Конечно. Правда, у меня осталось всего 32 золота. Но посмотрим. Посмотрим, что здесь притаилось. Я специально не стал показывать с самого начала игру, потому что, ну, туториал он все-таки. Я просто решил, что... Вообще, для осмотров больше подходит выборка геймплея где-то, ну, подальше чуть-чуть хотя бы. То есть не с самого начала, где обычно идет обучение, там, самое-самое, когда нам дают раскачаться, узнать правила. Так. Купить предметы. Что ты продаешь? Булава. А булава у нас есть. Щит есть. Да, собственно, я ничего и купить-то не могу. А продать? Я могу продать. Ну, вот. Чем не вариант. Меньше за три золота. Дайте нафиг. Ну, ладно. Мне действительно здесь нечего делать. Собственно, что бы я делал, если бы не попросил золота у... Той эльфийки. Вот он, валет черепов. Эту стойку унижить невероятно сложно уничтожить. Скелет необычайно силен, а также способен оживлять недавно поверженных скелетов, находящихся непосредственно рядом с ним. Хорошо. Давайте устроим ему сладкую жизнь. Ну. Четыре. Четыре скелета и он, наверное, да? Вот они. О! Вот он. То есть это не лич. Да? Да. Опа. О как. Очень мне не нравится идея со стрельбой. Сначала мы, наверное, избавимся от этих стрелков. Ау. Опа. Зараза. О, поломал валета. А у этого броня нету. Все. Что? Да. Разобрали. Я забираю себе карту. Ааа. Ну что, хорошо. Ну что, хорошо. Ну что, действительно. Но вы обрадованы мертвые в их пустых тумбах, и даже я не могу сказать, что будет от этого. Ого. Много токенов я получил. Так. Экипировка. Колпак. Собирательство. Даже не знаю, что он дает. За помощь капитану гвардии булава. Две булавы. Время лечит. Гоблины. Опять гоблины. Ладно. Бах. Встреча с дьяволом. И пари с дьяволом. Ааа. То есть тут квесты, они ступенчатые. Вы представляете? Это интересно. То есть я так понимаю, что вот эту фишку мы получаем только один раз, когда первый раз играем эту карту. То есть ее можно будет положить в колоду еще раз. Но фишку мы за это уже не получим. Поэтому это нас стимулирует для того, чтобы, ну, побуждает к тому, чтобы класть в колоду новые карты. Хорошо. Так. А вот это уже за победу над валетом скелетов. Встреча горнила. Дама пыли. Любезный жрец. Боя в пустыне. Хорошо. Взяли. А это экипировка за победу над валетом. Шлем отражения. Всепоглощающий стыд. Крыло ангела. Морозный клык. Вот это надо будет взять. Следующий бой. Но. Но. На этом мы с вами смотр завершим. Потому что посмотрели, в принципе, достаточно. И это в целом формирует определенное мнение об игре. Я не могу сказать, что... Ну, так сразу можно сказать. Хорошая, плохая. Мне понравилась. Мне понравилась концепция. Интересное сочетание. И карточная игра. И... Рогалик. Рандомный. И вроде экшена добавили. И мистика вот такая вот атмосфера мистическая, таинственная. Вот этот вот чувак, с которым приходится играть. И вообще такой сеттинг. Классный. Тонкий. А с другой стороны, есть какая-то, не знаю... Ну, по крайней мере, боевая система кажется бедной. Может быть, конечно, я не видел еще очень многого. Но как-то все слишком, что ли... Слишком простецки. Но с другой стороны, для карточной игры там... Как бы и так больше, чем оно ожидалось. Лично, когда я решил эту игру посмотреть. Я думал, что тут вообще экшена никакого не будет. То есть я знал, что это смесь текста в РПГ и ККИ. Но я не думал, что будет какая-то тема с избиванием врагов. В реальном времени блокированием в стиле Бэтмена. Или чего-то подобного. Как бы то ни было. Вполне, вполне могу рекомендовать это дело. Как такая времяубивалка. Реиграбельная. То есть... Как все повернется в следующий раз, неизвестно. Кроме того, я видел здесь, кроме режима приключений, есть еще и режим бесконечной истории. То есть постоянно-постоянно новые-новые-новые-новые ступени. То есть новые этажи появляются. И насколько далеко удастся продвинуться. Вот. И на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Оставляйте ваши комментарии. Пользуйтесь тем, что их пока у нас на канале не слишком много. И я читаю их все поголовно. И обращаю, соответственно, внимание на ваши пожелания и просьбы. На этом все. С вами был Любопытный Геймер. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok